И честь! Вот такого дистанционного общения. Но слава Господу за эти возможности, которые у нас есть. Слава Богу за эту возможность говорить Слово Божье, собраться вместе вокруг Слова Божьего. И пусть никакие расстояния не помешают нам сегодня соединиться в Духе и в истине. Давайте помолимся об этом. Дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе за это драгоценное время, когда Ты собрал всех нас вокруг истины Твоей, вокруг Слова Твоего. И мы просим, чтобы Твое Слово говорило сегодня с нами, говорило в наших сердцах, в наших мыслях. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты помог нам понять, что Ты говоришь в это время. Пусть наши уши слышат, пусть наши глаза видят то, что Ты, Господь, хочешь открыть для нас. Мы доверяемся в Твои руки и благодарим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сегодняшнюю проповедь я назвал так. Откуда появился грех на небе? И это такой вопрос, который, я думаю, не только я, многие из вас слышат периодически, когда кто-то задает этот вопрос. Откуда же на небе, если там все чисто, свято, если там никакой грех не может попасть, откуда же он там появился, если там только Бог, все так хорошо? И я обычно отвечал, ну, понимаете, все с дьявола началось, то есть вот он согрешил от него, то есть вот он возгордился. Следующий вопрос, откуда же гордость там тогда появилась? И так далее, и так далее, и тому подобное. Если честно признаться, я никогда как-то серьезно не задавался этими вопросами, не вникал, как бы объясняя сам себе, что, ну, однажды мы предстанем перед Богом, однажды будем там на небе, и Господь все нам объяснит, что, откуда взялось, и как, и что, и почему. Поэтому особо мне пока это не интересно. Но вот буквально не так давно я услышал очередной раз этот вопрос, и вдруг почувствовал, как Дух Святой внутри меня начинает отвечать на этот вопрос. И я пошел за этими размышлениями, и сегодня я думаю, что это на самом деле серьезный вопрос. И если мы получим ответ на этот и подобные ему вопросы, то я уверен, что мы сможем быть более эффективными в нашем служении Господу на этой земле. И как ни странно это прозвучит, но поможет нам найти ответы на эти вопросы история дьявола. Ну, не сам дьявол, конечно, сам он, наверное, не очень хороший пример для подражания, но вот его история, я думаю, может очень многому нас научить. И на что мы посмотрим сегодня? Мы посмотрим на то, в каком положении Люцифер находился, в каком обществе Бог его поместил, и что он имел вообще. Также посмотрим на то, как Люцифер размышлял и что он делал. И, конечно же, обратим внимание на то, чем все закончилось, и какой результат теперь имеет этот Люцифер. Надо заметить вначале, что до грехопадения не было разделения между землей и Божьим Царством. То есть все было, знаете, подобно тому, как в большом государстве есть какой-то город, подобно тому и земля, и Эдемский сад были вместе, вот в окружении Царства Божьего. И Люцифер мог приходить, мог быть в Эдемском саду, и мог точно так же представать пред Богом, как это мы читаем, допустим, в книге Иова, когда предстали перед Богом сыны Божьи, написано, и вместе с ними предстал Сатана. Поэтому он мог и на земле быть, и там представать, и как-то это все в одном было. Грех стал причиной разделения между Царством Божьим и землей, и Эдемским садом. Но до этого было совершенно все не так. Итак, что имел Люцифер, и в каком положении он находился? Давайте прочитаем книгу пророка Иезекииля, 28 главу, с 12 стиха я прочту для вас. Так говорит Господь Бог, «Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз и алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото. Все искусное, усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе». «Приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей и ходил среди огнестых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутренняя твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнестых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои. И я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех видящих тебя. Вот такая удивительная история. И мы здесь ясно видим то, что имел Люцифер до того, как он был свержен с неба. Посмотрите, сам Господь называет его печатью совершенства. Ну, это потрясающе что-то. Ты печать совершенства. Знаете, печать всегда и несет в себе образ власти. Помните, как, например, Иосиф предстал перед фараоном, египетским вот этим царем, которому приснились сны, и он не мог истолковать эти сны. И вот пред ним пришел Иосиф, и он истолковал эти сны, и фараон сказал, что я даю тебе власть управлять всем моим царством. Он сказал, что только я буду только престолом выше тебя, а все остальное будет в твоем подчинении. Мне так напоминает эту историю. И тогда фараон снял с руки своей перстень, который цари носили, чтобы использовать в качестве печати, и передал этот перстень Иосифу. И сказал, отныне никто пальцем не пошевелит без тебя, без твоего слова. Как ты скажешь, так и будет. И вот я вижу, Бог называет Люцифера печатью совершенства. Такое ощущение, что ему было доверено утверждать Слово Божье, утверждать Божье решение, управлять каким-то образом. Все должно было его слушаться. Дальше. Полнота мудрости. Вы знаете, этим словом евреи также и называли женщину в положении, беременную женщину. И здесь Бог говорит, ты полнота мудрости. Такое ощущение, как будто Люцифер был все время беременны этой мудростью. То есть ему не надо было напрягаться, чтобы просто все время выплескивать ее из себя, вот рожать. Он все время готов был родить какое-то мудрое решение, что-то провозгласить, что-то утвердить, выполнить то поручение, которое Бог ему давал. И следующее. Венец красоты. Это слово также можно перевести как полный, как вот и полнота. Но это полнота, которая не внутри. Это слово также использовали, чтобы описать всесожжение. То есть весь, полностью. То есть венец красоты. Значит, весь красавец просто. То есть нет никакого изъяна, нет никакого недостатка от макушки головы до подушвы ног. Бог полностью идеальный, совершенный. Вот в таком виде. Бог представляет нам этого Херувима по имени Люцифер. Полнота совершенства. Точнее, печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Бог поставил его в определенную позицию. Послушайте. Ты был помазанным Херувимом, чтобы осенять. И я поставил тебя именно на это. Так сказал Господь. Слово осенять, оно дословно переводится как покрывать, закрывать. Точно так же можно его было перевести, как ткать или формировать. Вот такой смысл у этого слова. И Бог говорит, я поставил тебя для этого, чтобы ты был неким покровом, чтобы ты мог покрывать, чтобы ты мог защищать, чтобы ты мог что-то формировать, что-то устраивать, ткать, созидать что-то в том месте, в которое я тебя поставил. Вы знаете, я думаю, что Люцифер должен был бы обеспечивать вот это покрытие для Адама и Евы. Я думаю, что он должен был бы обеспечивать безопасность, атмосферу, чтобы люди были покрыты особенной Божьей заботой. И Бог дал ему для этого все необходимое. Мудрость, красоту, просто власть, все, что нужно для того, чтобы он мог бы качественно выполнить то задание, которое Бог ему поручил. Итак, мы видим прекрасного Херувима, в котором нет никакого недостатка. Он совершенный. Он полон мудрости. Бог насадил, написано в книге Бытие, мы читаем, что Бог насадил Эдемский сад на востоке. Итак, вот где-то на востоке Бог насадил Эдемский сад. Там же мы видим этого Люцифера, которому Бог поручил покрывать, заботиться, формировать что-то там, чтобы люди чувствовали себя покрытыми и под Божьей заботой. Но что же мы читаем об этом Люцифере дальше? Послушайте. Я прочитаю то, что уже перед этим прочитал, только выделю эти моменты. И ты согрешил, говорит Бог. Ну, дословно, этот перевод так же можно было бы перевести, как промахиваться мимо цели. И я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей. Изгнал тебя. Херувим осеняющий из среды огнестых камней. Я извлеку из среды тебя огонь, который пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех, видящих тебя. И чтобы картина была более полная, я прочитаю вам так же из книги Откровения, из 20 главы, 10 стих. И здесь написано так, «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк и будут мучиться день и ночь во веки веков». Как? Как так могло произойти? Как такое случилось? Такая позиция, такие условия, такие возможности, такое призвание. И в результате мимо цели. И в результате согрешил. Почему? Это не тот, у которого чего-то не хватало. Знаете, нам иногда кажется, что нам, человеку, чего-то не хватает. И вот из-за этого он идет на какие-то нехорошие поступки, из-за этого ему приходится грешить. Этот Херувим не испытывал, недостатка ни в чем. Описание, которое мы видим, оно, ну, просто достойно восхищения. Я не вижу в Библии никого больше, кого Бог бы вот описывал такими словами. И Бог дает нам очень ясные ответы. Почему это произошло? Что случилось там с этим ангелом, с этим Херувимом, который имел все необходимое, чтобы исполнить волю Божью, и при этом промахнулся мимо цели? Я вижу здесь две самые главные причины, которые, из-за которых Люцифер впоследствии упал и стал дьяволом и сатаною. Первое. Он не оценил, он или неправильно оценил, ту позицию, в которой он находился. Он не оценил или неправильно оценил то место, в котором Бог поместил его быть. Он не оценил или неправильно оценил все то, что Бог ему дал, так же и окружение, в котором он находился. Вы скажете, откуда ты это взял? Я вам прочитаю еще одно местописание, которое также говорит об этом Херувиме, и это записано в книге пророка Исаии, в 14 главе. Послушайте, и здесь надо быть внимательными. «Как упал ты с неба, Деница, то есть яркая звезда, по-другому можно было бы перевести, сын Зари, разбился о землю, попиравшей народы, а говорил в сердце своем». Послушайте теперь внимательно, потому что здесь показано, что Бог видит не только то, что мы говорим, не только то, что мы делаем. Он смотрит глубоко в сердце. Скорее всего, этот Люцифер и не подозревал, а может быть подозревал, о том, что все его мысли, как на ладони перед Богом, но вот то, что он говорил в сердце своем. «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты, низверженного ад, в глубины преисподней». И вот мы обнаруживаем здесь Люцифера, который думал, рассуждал, мечтал о чем-то лучшем в своей жизни, который сравнивал, видел себя, свое положение, смотрел на окружающих, мог сравнивать себя с другими творениями, и более того, он видел, в какой позиции находится Бог, и мог сравнивать себя с Богом. И знаете, я думаю, что в этом нет никакой проблемы, потому что Бог сам дал эти возможности, Бог позволил, чтобы он мог размышлять, но как можно не размышлять тому, кто является полнотою мудрости, у которого вся мудрость, он размышляет, он видит, он не может этого не видеть, он не может этого не понимать. И я вижу здесь, что Бог дал эту способность, эту возможность, чтобы каждый, кто находится там, в его присутствии, мог все видеть, как есть. У него нет там каких-то роботов, каких-то марионеток, которых он просто запрограммировал, и которые просто славят его, поют ему, хвалят ему. Я уверен, что каждый небожитель, который прославляет Богом, он прославляет его не потому, что он запрограммирован на то, а он прославляет Бога, потому что он реально видит, что никого другого достойного более просто нет и быть не может. Они реально смотрят на того, кто свят, и они не могут успокоиться и поют «свят, свят, свят, как ты прекрасен». Не потому что у них просто записали в память одно слово «свят, свят», и они больше ничего не знают и не помнят. Нет, вряд ли это бы удовлетворило Бога. Просто они не могут остановиться, восхищаясь, его святостью, его красотой, его премудростью, и воздают ему хвалу именно потому, что они осознанно понимают, что никого лучше, никого прекраснее, никого мудрее, никого святее. Просто нет. Итак, он размышлял, он все видел, но он не оценил то место, на котором Бог его поставил. посмотрите, как подробно Бог описывает здесь проблему Люцифера и те слова, которые Люцифер говорил где-то в сердце своем, в мыслях своих. Посмотрите, как он рассуждает. «Взойду на небо». Подожди, Люцифер, так, а ты и так можешь приходить же на небо. Ты здесь, в Эдемском саду, но ведь ты также можешь предстать и перед Богом. Правда, с одним, но, когда Бог позовет. Вы знаете, этот образ мы видим потом в разных историях, которые описываются в книге «Бытие», значит, там, где никто не мог предстать перед царем, если царь не позовет его. Более того, даже такой образ есть, что у царя есть скипетр, и никто не может задать вопрос, пока этот скипетр не будет направлен в сторону этого человека. Я думаю, что-то похожее есть в отношениях между Богом и небожителями. Он на самом деле царь. Он на самом деле великий и всемогущий Бог. И Он призывает, подзывает к себе, кого считает нужным. Точно так же мы видим, однажды Иисус взошел на гору и позвал к себе, кого хотел. Что-то подобное мы здесь наблюдаем. Итак, Люцифер мог приходить, мог предстоять перед Богом, но, когда Бог позовет, что же мы здесь видим? Он говорит, что я взойду на небо. По всей видимости, ему хотелось, ну, восходить туда, когда ему захотелось бы. Я сам хочу определять, когда мне восходить на небо, а когда мне не восходить на небо. Речь идет о личной какой-то инициативе, об этом желании. Дальше. Выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе. Люцифер, так ты и так на горе. Мы читали у пророка Иезекииля, где там описывается его местоположение. И, Люцифер, так ты ведь на горе. Написано, находился на горе, на святой горе Божьей. Ходил на этой горе среди огнестых камней. Ну, дословно, камней, горящих огнем. Ну, потрясающая картина. Ах, да. Когда мы читаем в книге Откровения, там, где описывается престол Божий, там покруче картина. Там молнии, там грома-гром, молнии, там просто все сверкает. Ну, там эффекты, по всей видимости, покруче. И Люцифер знает это. Ну, подождите, горящие камни тоже круто, мне кажется. И так-то, ну, неплохое положение. Люцифер. Нет. Я хочу на своей горе. Я хочу, чтобы тоже молнии, чтобы тоже фейерверки, чтобы тоже было вот так вот, как у него. Я вижу в этом размышление этого Люцифера. Выше звезд, поставлю свой престол, сяду на горе. На свою гору хочется. Дальше. Где? В сонме богов. Люцифер. Так ты посмотри, в каком окружении ты находишься. Ведь Бог поставил тебя служить людям, которые созданы по образу и подобию Божьему. И потом сам Бог сказал, вы боги. И даже Господь Иисус повторял это, не сказал ли Бог, вы боги. Люцифер. Посмотри, какое крутое окружение. Мне кажется, лично, друзья, что здесь Люцифер приткнулся больше всего. Он. Полнота мудрости. Он. Печать Совершенства. Он. Венец Красоты. И люди. Служить этим людям, Адаму и Еве, которые даже летать не умеют, которые, в общем-то, из глины слеплены, просто Бог их оживил. И вот теперь они, образы подобия Божьим, скорее всего, даже в его мудрой голове не хватало возможностей, чтобы понять эту тайну Божью, которая разворачивалась и до сих пор разворачивается. И в конце времен мы увидим, чем это все закончится и какими мы будем, когда Бог преобразит нас, когда в одно мгновение написано, мы все вдруг изменимся, и мы на самом деле будем подобны Всевышнему. И мы будем вместе с Ним разделять Его мечты, планы, желания. И ради этого стоит жить. Ради этого стоит терпеть все, что угодно. Предстоит нам претерпеть на этой земле и не думать о себе больше, чем нужно до времени, когда Господь откроет все по-настоящему. Итак, не хотелось ему находиться в окружении Адама и Евы. Он говорит, я хочу поставить свой престол и сесть в окружении богов, каких-то своих богов ему, по всей видимости, захотелось. Где? На краю севера. Люцифер, чем Восток тебе не нравится? Этот Эдемский сад на Востоке написано, а он сидит на этом Востоке в окружении людей, среди вот этих горящих камней и смотрит куда-то на край севера. И он говорит, я вот на край севера хочу, чем Восток тебе не нравится. На север хочу. Понимаете? Сложно здесь как бы прокомментировать, но, наверное, север тоже было хорошо. Как-то он в своей мудрости мог оценить это место, посчитать, что оно все-таки круче и лучше. Но последняя фраза, которая говорит о том, о чем размышлял Люцифер, я думаю, она подытоживает все и показывает саму суть вот этого противления, этого Херувима. Оно звучит так. Буду подобен Всевышнему. Не хочу быть вторым. Буду подобен Всевышнему. Я хочу, чтобы тоже так. Вряд ли он понимал, что значит управлять всем абсолютно и быть Богом. Но вот то, что его наполняло, я не хочу оставаться в своем месте. Я не хочу быть в этом окружении. У него все равно лучше. У него все равно лучше. И сравнивая себя с Богом, он неправильно оценил свое местоположение. И это стало причиной его падения. Причиной того, что он в итоге промахнулся мимо цели, которую Бог поставил для него, и ради которой он его сотворил. И ради которой он ему дал абсолютно все. И тут подчеркивается, если подробнее еще рассматривать, подчеркивается, что Бог все абсолютно дал. Он говорит, в день сотворения твоего все это уже приготовлено было. Это не то, чего ты достиг. Это не то, что ты просто трудил, состарался. В день сотворения твоего уже все было приготовлено. Я просто выдал тебе это. Я снарядил тебя. Все, что ты имеешь доброго, это от меня. Это не потому, что ты сам по себе такой. Но в результате он как-то присвоил это себе. И это стало одной из причин, почему он упал. Следующая причина. Давайте посмотрим. Он неправильно использовал то, что имел вот это все от Бога. И здесь написано, что от обширности торговли твоей внутренняя твоя исполнилась неправды, и ты согрешил. И еще одна фраза. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилище твоим. Вы знаете, Библия очень ясно показывает, где происходило осквернение святилища. То есть, если какой-то царь хотел осквернить святилище иудейское, и он завоевывал значит этот народ, то он входил во святое святых, он брал то, что ту посуду, ту утварь, которая предназначалась только для богослужения, только для того, чтобы это прославляло Бога, они брали и пили из этой посуды. И это было осквернением святилища. Вот что я вижу здесь. То, что Бог дал Люциферу, он неправильно это использовал. Он осквернил это тем, что использовал не для тех дел, которые Бог ему поручал сделать, а использовал это каким-то образом по-своему. И здесь это по-своему называется торговлей. Наверное, мы больше понимаем, почему, когда Иисус зашел в этот храм, где торговали, он просто возмутился. Такое чувство, что он увидел что-то похожее уже. Он это ненавидит. Здесь не должно быть торговли. Здесь все, абсолютно все должно просто превозносить Бога. Это его храм, это дом молитвы. Почему здесь каждый ищет своего? Почему здесь каждый пытается извлечь какую-то выгоду, превознестись над кем-то? Это омерзительно. Это оскверняет святилище. И вот так обозначил Бог вот то беззаконие, которым занимался Люцифер. Он говорит внутреннее твое исполнилось неправды от обширности торговли твоей. От неправедной торговли твоей ты осквернил святилище твоей. Я не буду не браться за то, чтобы прокомментировать, что такое торговля, но суть в том, что это явно не то, что поручил ему Бог. Вот это главная мысль, которую я в этом моменте хочу сказать. То есть не знаю до конца, что такое торговля, но это явно что-то связанное со своеволием, с тем, что он избрал делать вместо того, чтобы превозносить Бога, вместо того, чтобы использовать все свои возможности, чтобы выполнить Божью волю. Вы спросите, откуда же у него появился тогда такой выбор, откуда же это все взялось? Я вам хочу сказать, что это данность неба. В чем? В свободной воле. Данность неба в том, что Бог позволил всему быть и делать выбор. Вы помните, когда Бог насадил Эдемский сад и там он в центре посадил дерево жизни и посадил также дерево познания добра и зла и то и другое там было. И при всем при этом Бог, давая оценку, сказал весьма хорошо. То есть присутствие дерева познания добра и зла не оскверняло Эдемский сад и не делало что-то плохо. То есть проблема не в том, что существует добро и зло и там и в вечности значит это все присутствует. Проблема не в том, что существует добро и зло. Проблема в том, когда мы самостоятельно для своей жизни начинаем определять, что для нас добро, а что для нас зло. И вот в этом случае мы обязательно промахиваемся мимо цели. И пример с Люцифером как нельзя лучше подходит для этого. Потому что кто может сравниться с тем, что имел он? Кто может сравниться из нас с той позицией, с той властью, с той мудростью, с той красотой, которую он имел? Никто из нас скорее всего не может сравниться. Но тогда нам надо сделать вывод, что невозможно самому определить, что для тебя хорошо, а что для тебя плохо. Невозможно самому определить, Где тебе надо жить, а где тебе не надо жить? В каком окружении тебе надо находиться? На какую гору тебе надо превознестись? Что тебе надо в этой жизни? Невозможно самостоятельно это понять. И отсюда, я думаю, у людей так много разочарований. Отсюда столько боли много, отсюда столько беды много, песни поют. Вот-вот, кажется, уже дотянулся, и опять мимо. Вот-вот, кажется, уже дотянулся, сейчас мечта исполнится, и опять мимо. Это же все по кругу, это же все одно и то же. Это же история Люцифера, которую мы с вами здесь видим. До сих пор каждый, кто сам решается определять добро и зло для своей жизни, промахивается мимо цели. Я вспоминаю эту притчу, которую рассказал нам Господь Иисус. И Он говорит, что, это записано в Евангелие от Матфея в 25 главе, Он говорит, что человек, приводит пример, человек, отправляясь в другую страну, в далекую какую-то страну, государь, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал пять талантов, другому два таланта, а третьему один талант. Каждому по силе написано. И после долгого времени, сколько-то долгого времени он отсутствовал, он вернулся. А перед этим, когда он раздал эти таланты, он сказал, пустите это в оборот. Используйте это, чтобы я приобрел прибыль. И эти рабы стали трудиться, каждый по-своему. И потом подводится итог, и Иисус рассказывает этот итог. Он говорит, когда вернулся Господин и призвал этих рабов, подошел один и сказал, Господин, вот пять талантов ты мне дал, а вот другие пять талантов я приобрел для тебя. Подошел другой и сказал, вот, Господин, ты дал мне два таланта, и другие два таланта я приобрел тебе. И один и другой получили высочайшую оценку. И этот Господин сказал, молодец, верный и добрый раб. Ты был верен в этом, что я доверил тебе. Я дам тебе намного больше. Я дам тебе несоразмеримо больше того, что я тебе доверил и в чем ты был испытан. Понимаете, эти люди, получается, трудились для своего Господина. Получается, они взяли эти таланты. И там не написано, сколько лет не было этого Господина. Она написана по очень долгом времени. В оригинале долгий-долгий-долгий-долгий период времени. Значит, так переводится это слово. Они трудились с одним желанием, с одной идеей. Обогатить своего Господина. Наверное, это странно звучит для нас, которые привыкли жить в окружении постоянного соперничества, где каждый ищет своего. Но когда Иисус рассказывает эту историю, Он показывает чистые, святые мотивы, настоящие ценности Царства Божьего, в котором каждый человек должен думать, и каждое существо должно думать о том, чтобы прославить того, кто единственный достоин этой славы. Умножить царство того, кто единственный является по-настоящему царем. И вот урок, который мы можем извлечь. Абсолютно каждый, абсолютно каждый, кто начинает неправильно использовать все, что он имеет, он терпит кораблекрушение. Он промахивается мимо цели. Я думаю, что нам нужно сделать выводы. Нам надо быть благодарными за все, что мы имеем на этой земле. В Библии написано, что абсолютно все, что у нас есть, доброго, приходит от Отца Светов. Абсолютно все. Как бы тебе ни казалось, что ты умный, хороший, ну, сравни себя с Люцифером и поймешь, что все-таки не настолько хорош, наверное. Но надо понять, что то, что нам Бог дал, каждому по силе. Он дал нам определенные способности, Он дал нам каждому определенный внешний вид, Он дал нам здоровье, Он дал нам какие-то финансовые возможности, Он окружил нас определенным окружением. Насколько мы благодарны Ему за то, что мы имеем. Насколько мы благодарны Ему за то, что у нас есть, и как мы стараемся это использовать. Насколько мы благодарны Богу за то окружение, в котором мы можем быть полнотой мудрости для этих людей, которые окружают нас. Насколько мы оцениваем правильно свое местоположение там, где мы живем. Или мы смотрим куда-то на край севера, и нам кажется, что вот там оно будет житься как-то для нас лучше. Насколько правильно мы оцениваем сегодня наши таланты, наше местожительство, наше окружение. От этого будет зависеть, сможем ли мы исполнить волю Божью, сможем ли мы попасть в десятку, сможем ли мы попасть в цель, сможем ли мы угодить нашему Господу перед тем, как предстанем перед Ним. И второе, то, что нам нужно, вывод, который нам нужно сделать, как мы это используем. Как мы используем то, что Бог нам дал. Как мы используем свое время, как мы используем свои таланты, свои способности, свои возможности. мы думаем о том, как умножить их для Господа, как использовать то, что у меня есть, чтобы прославить того, кто дал мне это. Вы представляете, это совершенно новая психология в жизни, это совершенно новый образ жизни, но это именно тот образ жизни, которым живут там, на небе. Здесь, на земле, все перевернуто, когда Люцифер был свергнут с неба, когда он стал заражать этой атмосферой, этими мыслями, этими идеями всю землю. Да, здесь все теперь перевернуто, но драгоценное Слово Божие освящает нас и показывает нам ценности Царства Божьего. Там каждое существо думает о том, как умножить таланты и обогатить своего Господина. Как использовать все, что он дал, чтобы его святое имя прославилось. Я хочу вам прочитать последнее, наверное, местописание, которое достаточно яркое. Я его уже начал читать. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро Огненное, где зверь и лжепророк будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Понимаете? Абсолютно все, что мимо цели, оно непригодно для Божьего Царства. И оно будет однажды гореть в этом вечном озере Огненном. Абсолютно все. Но исполняющий волю, Божью написано, пребывает вовек. Тот, кто старается всю свою жизнь использовать для того, чтобы умножить то, что Господь дал, он будет пребывать вовек. Он будет вместе с Господом навсегда. И никто и ничто не сможет забрать у Него это. Драгоценные братья и сестры, мне так хочется, чтобы Слово Божье сегодня обновило наш образ жизни, обновило наше понимание, наше мышление. Мне так хочется, чтобы эти истины Царства Божьего, чтобы эти ценности Царства Божьего, они просто сошли на нас. Чтобы мы по-новому увидели свою жизнь, чтобы мы по-новому увидели все, что у нас есть, и чтобы мы по-новому начали использовать все, что у нас есть, и оценивать то, куда Бог нас поставил, то место, в котором Он определил нам быть. И я хочу помолиться об этом. Дорогой Отец Небесный, я благодарен Тебе за все, что Ты дал нам. Мы благодарны Тебе, Господи, абсолютно за все, что имеем. Мы благодарны Тебе, Господи, за то место, в котором живем. Мы благодарны Тебе за тех людей, которые окружают нас. Мы благодарны Тебе за наших близких, за наших родственников, за наших друзей. Мы благодарны Тебе за коллег на наших работах. Мы благодарны Тебе за руководство, которое Ты поставил над нами. Мы благодарны Тебе, Господь, за имущество, что у нас есть, и за здоровье, Господь, и за тела наши, и за души наши. Мы за все благодарим Тебя, Бог Всемогущий. И я молюсь Тебе, чтобы Твое присутствие, Господь, наполнило сейчас каждого брата, каждую сестру, подтверждая, Господи, что это все дал Ты, что это все от Тебя, Отец Светов, и мы благодарим Тебя, и молимся о том, чтобы правильно оценивать это, и молимся о том, чтобы правильно использовать абсолютно все, что Ты нам дал, Господь, чтобы Твое имя прославилось, чтобы, Господь, Твоя слава умножилась через все, что мы имеем, Господи, через все таланты, которые Ты дал нам. Пусть умножается слава Твоя, пусть умножается хвала Твоя, Господь. Мы любим Тебя, мы благословляем Твое святое имя, и мы одному Тебе поклоняемся. Ты достоин, Ты великий, Ты превознесенный выше всякого имени на небе и на земле, и мы благословляем Тебя, Господь, и мы отрекаемся от всякого своеволия, мы отрекаемся от недовольства, мы отрекаемся от ропота в нашей жизни. Господи, мы не хотим идти путем Люцифера, мы хотим идти Твоим путем, наш Господь Иисус Христос, который был на этой земле в окружении зла, в окружении греха, но был наполненным радостью, довольством и исполнил волю Божью в точности. Господи, Господи, даруй нам идти по следам Твоим, даруй нам быть Твоими последователями, и я знаю, что Ты даешь нам для этого абсолютно все необходимое и для жизни, и для благочестия, и для того, чтобы мы жили, и для того, чтобы мы исполняли Твою волю. Господи, я благодарю Тебя за все, что имею. Господи, я благословляю Тебя за все малое и великое, что Ты дал мне. Я благодарен Тебе и благословляю Твое Святое Имя вместе с народом Божьим, вместе с братьями моими и сестрами, которые воздают Тебе сейчас хвалу, которые благословляют Твое имя за все, что имеют, которые отказываются от ропота и недовольства, которые отказываются мечтать о себе без Тебя. Господи, я поклоняюсь Тебе с великим народом Божьим, который однажды будет предстоять перед великим престолом Твоим, вместе с ангелами, которые не отреклись от Тебя, вместе с другими небожителями, которые остаются верными Тебе и признают Тебя единого Царем и Господом своей жизни. И мы все в единстве, Господь, когда Ты соединишь все небесное и земное, мы все в единстве, Господи, превознесем Тебя как Царя, как одного достойного всей хвалы, всей славы. Будь благословен, великий и всемогущий Бог, мы прославляем Тебя, мы благословляем Тебя, Царь Царей и Бог Богов, Господь всемогущий, Отец и Сын и Дух Святой. Аллилуйя, Аллилуйя.